Мовна квота на телебачине. Парламент сегодня проголосовал за закон, который существенно изменит телевизионный эфир. Теперь украинский язык зритель будет слышать чаще. Какие квоты предусматривает документ, когда фильмы начнут переводить и что грозит телеканалам за нарушение новых правил. Все детали в моем материале. По традиции свой день нардепы начинают с выступлений. Заготовились список требований и претензий. Сегодня люди требуют иметь качественное медицинское обслуживание, которое практически исчезло в Украине и держится на двух стовпах денег и энтузиазме лекарей. И что делает Залежный парламент? Залежный парламент остановит реформу, которую начал тот же Залежный уряд. Мы имеем очень тислые термены. Еще до конца шестої сессии основы медической реформы и направления ее реализации должны быть закладены под этим куполом. Украинская медичная галузь потребует докоренных изменений, фундаментальных реформ и обновления. На Кабмину бывают и другие фракции, и не только в части медицинской реформы, которую, к слову, сами же нардепы на прошлой неделе провалили. Одни светуют на пенсионные инновации, другие хотят отчетов. Реальная пенсионная реформа, которую они предлагают, де-факто будет увеличивать страховый стаж. Люди, которые не проработают 35 лет без перерывного страхового стажа, не будут иметь право отримать пенсию по веку. Пропоную заслухать детальность от уряда, без политического шантажа народных депутатов, возможную отставку к Кабмину. Хочу нагадать, что в всех краях голосуют за доверие уряду. Нам нужна конкретная программа, что стабилизация экономической ситуации в Украине. Необходны реальные структурные перетворения в социальной сфере. Но после выступлений нардепы приступили к повестке дня и первым делом к закону о квотах на украинских телеканалах. С этим законопроектом предпочивается введение 75% квоты намовленной государственной мовой на украинском телебанке. Законопроект авторства нардепов из Народного фронта обсуждают около часа поочередно голосу о заправке. В итоге большинство в зале насобиралось и документ утвердили. 269 за. Закон принято. Теперь 75% эфира на общенациональных каналах и не менее половины на региональных должны транслироваться на украинском языке. Выпуски новостей тоже будут на украинском. Фильмы обяжут либо переводить, либо титровать. Если канал не будет следовать требованиям, придется заплатить штраф. 5% от размера лицензионного сбора. На адаптацию каналам дают время. Закон вступает в силу только через 4 месяца. А на перевод фильмов предусмотрен еще год. Передача фильм, выполненный украинской мовой, считается в том, что все реплики ведущих выполнены украинской мовой, а если это фильм, то он должен быть обязательно дублированный украинской мовой. Дублированный, а не субтитрованный и не озвученный. Дублированная процедура – это очень критическая процедура, и она достаточно тривала. Поэтому законодатель дает перехватный период год. Даже «Спадщина Радянского Союза», то есть «Радянские фильмы» не будет титруваться. То есть переозвучки их не будет. Каждый канал и каждая асоциация, она должна быть рассчитывать, сколько нужно на переобладнание, на покупку нового обладнания, субтитров и так далее, и доповести. Верховная Рада не изучает вопрос, сколько каналы должны потратить, чтобы облаштовать. Не хотелось бы, чтобы разом с этим законом была, так бы мовити, перегнута палка, чтобы когда показывают какой-то фильм, в котором есть несколько слов, или какой-то монолог на российской мове, чтобы он не воспринимался как фильм, который не можно показывать. Все фракции голосовали за единственная фракция, которая выступила против оппозиционный блок права к закону. Там разработали больше всех, но большинство из них зал провалил. Теперь же в полицейле намерены обращаться в Конституционный суд, считая принятый закон наступлением на права и свободы граждан. А пока зарегистрировали законопроект об отмене квотного закона. Это один из элементов прогресса в информационной войне. Потому что люди очень легко сегодня перейдут с украинских каналов на сопутниковое телевидение, которое не оборонено. Мы считаем, что термин, который предназначен законом на его запроведение, 4 месяца, недостаточно, чтобы все телекомпании подготовились. Если большинство больших каналов еще способны это сделать в этот термин, то много региональных каналов просто не способны подготовить и иметь в достатной количестве качественного украиномовного материала. Принятие закона о квотах стало самой громкой темой в парламенте. Теперь нардепы готовятся к другому обсуждению, генеральному. Завтра в радость отчетам придет Юрий Луценко. Правда, принесет ли представление на лишение неприкосновенности трех нардепов для всех в парламенте – загадка. Зараз этих поданий, я нагадаю, нема. Можу только сказать, что активность высокопосадовцев Украины, в частности, генерального прокурора социальных медиа, набагато випереджает выполнение своих конституционных повноважений. Я представник президента Украины, а не представник генерального прокурора Украины. Поэтому, в принципе, давайте держим интригу. Единственное, что я могу сказать, выступ будет достаточно информированный. Нас интересует, как расследуются правильные дела о коррупции поточной власти. Потому что мы много слышим о том, какие плохие были предыдущие, так называемые, в 2014-м году. Но уже прошло три года. Жизнь не станет лучше, коррупция не станет меньше. Війна продолжается. Про все это хочу спросить у прокурора. Отчет генпрокурора запланирован на завтра, в полдень. До этого часа продуктивных голосований прогнозировать, очевидно, не стоит. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер.